Долгие и такие страшные дни блокады города закончились 27 января 1944 года. Выставка в Одинцовском краеведческом музее посвящена этой страшной странице истории и освобождению Ленинграда от фашистских захватчиков. Книги с воспоминаниями, фотографии на стенах, обстановка буквально погружает в атмосферу тех дней. В комнате военного времени все самое необходимое. Кровать, санки и ведро, чтобы привезти воду, фотографии близких людей и, конечно же, треугольные фронтовые письма, долгожданные весточки от близкого человека. Выставка «Дыша одним дыханием с Ленинградом» отражает каждый год войны, прожитой людьми в осажденном городе. Вот тот самый спасительный кусочек хлеба в 125 граммов на человека в сутки. Макет дороги жизни, воспоминания детей. Детские сады в то время были настоящим спасением для них. Дети продолжали, несмотря ни на что, держаться вместе. За ними присматривали взрослые. Несмотря на то, что взрослым самим приходилось очень тяжело, они, тем не менее, отдавали последнее для детей. И очень многие дети благодаря именно этому выжили. Казалось бы, невыносимые условия для жизни не сломили горожан. Работали библиотеки и даже театры. В бомбоубежищах продолжались уроки. Не прекращало вещание радио. Писатели, поэты и музыканты поддерживали моральный дух горожан. 9 августа 1942 года жители услышали седьмую симфонию Шостаковича. Когда состоялась эта премьера, она прозвучала на весь город. Она играла из каждого радиотранслятора на улицах, из каждого радиоприемника в домах. И немцы тоже стали невольными слушателями. По утверждению одного из них, именно тогда они поняли, что люди с такой силой духа не сдадутся никогда. Что немцы проиграют не только этот бой, но и всю войну. Об этих и других малоизвестных и необычных фактах из жизни блокадного Ленинграда расскажут сотрудники музея. Выставка будет работать до 1 марта.